Зима, конец недели, скорее за город. Густой зелёный ельник у дороги, глубокие пушистые снега. Но эта зима оказалась особенной. Январь выдался дождливый, мрачный. Народ ссылался на дела и пропускал наши поездки одну за другой. Женя вообще заявила, что без снега больше влез ни ногой. Остались самые стойкие. Но и нам нужно было себя как-то подбодрить. Друзья, я хочу вам сделать подарок. Это шкатулка. Шкатулка непростая. Если повернуть вот этот ключик, заиграет музыка. И если пока она играет, загадать желание, то желание-то обязательно исполнится. Чуна, помолчи, не мешай. Но работает это только здесь, на Ладоге. Это подарок не только тем, кто сегодня собрался. Это подарок всем, кто ходит с нами в походы. А не с Женей. Янику и Наташе. Сергею Корягину и Оле Глебовой. Антону Воронову. Губернатору. Да всем. Всем, кто лопатил с нами против мордотыка. Кто строил снежные хижины. Кто откапывал снег под палатку. А шкатулку я прячу вот в этом укромном месте. Вот здесь вот она будет у нас храниться. Э, погоди, погоди. А как же мы? Мы-то уже здесь. А мы тоже хотим загадать желание. Попей чайку. Мы-то уже кончимся. Такая-то пустая. Снег. Снег. Я же снег загадывал. Я тоже снег загадывал. Свершилось. Наконец-то. 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 Мы вчера все снег загадали. Дядь Лёш, а если что-нибудь своё, серьёзное, сокровенное, то сбудется? Сбудется. Обязательно сбудется. Но при одном условии. Если все загадают одно и то же, не сговариваясь. Так, а ты этого вчера не говорил? Не было, не было этого, не говорили. А я и сам не знал. По правде говоря, снег выпал в косметических количествах. Обожаю лыжи, но без них ходить было удобнее. Погода снова испортилась. Настроение начинало падать. Но мы не собирались сдаваться. А чтобы уныние не вернулось в наши сердца, мы открыли лесную киностудию. Снято! Свою студию мы назвали всё сбывание. Потому что у нас тут всё сбывается. По крайней мере, в кино. Да и в жизни тоже сбывается. Ну, при определённых условиях. Вот нижняя граница кадра здесь. Сначала держишь статику, а потом постепенно пошёл, 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 пошёл. Мне это напоминает один исторический персонаж. Товарищ, перед вами замечательный образчик уникальной северной природы. Упустить такой кадр было бы непозволительной ошибкой. Стоп! Созерцай! В феврале не только лыжи, даже санки пошли неважно. Вы, конечно, подумали, что это искусственная лыжня. Нет. Жизнь менее предсказуема, чем кино. У нас прохудилась крыша. Сочетание серовато-зеленоватого, желтоватого, голубоватого, этот прозрачный весенний воздух, эта дымка голубоватая весенняя всегда вызывали во мне вдохновение и душевный трепет. Но после зимы... А как же шкатулка? Неужели она потеряла волшебную силу? Методом проб и ошибок... Давай! Ай! Нет! Методом проб и ошибок удалось установить. Если завести шкатулку, когда все уже в спальниках, сон будет крепким, а день чудесным, независимо от погоды. А был ли вообще снег в этом сезоне? Нам это не приснилось? А можно у Сереги спросить? Волынкина. Ведем в командировки. А мы позвоним. Аппарат выживаемого абонента выключен или находится вне зоны действий щеки? Не судьба. А все-таки был ли снег? Или нам это действительно приснилось? Кто знает, дорогой друг? Кто знает?